Привет, друзья! Сегодняшнее видео будет полезно тем людям, которые испытывают сложности с читкой нот с листа, особенно если произведение новое. Бывали ли у вас случаи, когда вы не знали, как подойти к той или иной пьесе или этюду? И сегодня мы разберем те этапы, которых стоит придерживаться при изучении и разборе нового произведения. Поехали! Как учил нас большой любитель сигар и основатель психоанализа, многие наши комплексы коренятся глубоко в детстве. Я до сих пор помню свой детский ужас, когда мне давали произведения для разбора, и оно было полно шестнадцатых. И мне тогда думалось, что я никогда в жизни не сыграю эти произведения, но зачастую вот эти вот страшные шестнадцатые оказываются для исполнения гораздо проще, чем какая-либо кантиленная медленная пьеса, состоящая из восьмушек, медленных четвертей и половинок, но которую нужно было сыграть красивым, нежным, таким ровным звуком. И это произведение оказывалось большим испытанием для амбушюра, чем эти быстрые шестнадцатые. Итак, как нам работать над новым материалом, который нам дал педагог? Первый этап. Пьеса должна быть полностью распечатана и склеена, чтобы у нас перед глазами был весь нотный материал. Я очень не рекомендую играть ноты с монитора. Вы постоянно будете отвлекаться на перелистывание нот мышкой, и весь нотный материал, вся музыка будет проходить мимо вас. Поэтому ноты должны быть всегда перед глазами в своем полном виде, от начала и до конца. После этого нужно выяснить, в каком стиле написано наше произведение. Если это джаз, то над нотами будет стоять надпись «Свинг» или вот такой значок. Не стоит разучивать джазовую пьесу сначала ровными восьмыми, и только потом добавлять свинговое триольное звучание. Это в корне неверный подход. Стиль нужно вводить сразу. Если это свинг, то играть его сразу в нужной манере. О том, как играть свинг, у меня есть два видео, и я направляю вас к ним. Третий этап. Размер произведения. Сразу после ключа у вас стоит математическая дробь, которая нам показывает размер. Знание размера произведения несет для нас очень ценную информацию. Самые популярные размеры 3 четверти и 4 четверти. Иногда встречается размер 2 четверти, но я бы рассматривал его как частный случай 4 четвертей. Иногда встречается рукописный вариант размера 4 четверти, который обозначается латинской буквой «С». И размер 2 вторых, который обозначается буквой «С», порезанной пополам, перечеркнутой сверху. Это называется резанный ключ. Что нам может сказать размер произведения? Допустим, мы имеем размер 3 четверти. Тогда можно с большой долей вероятности говорить о том, что перед нами вальс или какая-то другая подобная танцевальная музыка в этом же стиле. Если у нас размер 4 четверти, то здесь вариации гораздо больше, потому что в этом размере написана почти вся эстрадная музыка, почти весь джаз, очень много академической музыки. 4 четверти – это все от марша до рок-н-ролла, симфония и соната. Все что угодно может быть в размере 4 четверти. Самое главное, что это квадратный размер, который имеет четное количество долей. 2 четверти – это частный случай 4 четвертей. Это означает, что у вас сильная доля встречается в 2 раза чаще. О более тонких различиях разных размеров я сделаю отдельное видео, потому что там есть много своих нюансов, которые исполнитель должен обязательно знать. Теперь переходим к следующему этапу – определение тональности. Это очень важный пункт, который зачастую музыканты опускают. Знание тональности дает нам представление о характере произведения и в первую очередь о его ладовом наклонении – минорном или мажорном. Как определить тональность? Сначала мы смотрим всегда на ключевые знаки. И используя квинтовый круг тональностей, про который у меня тоже был урок, определяем пару тональностей, которые эти знаки определяются. Например, если мы имеем 3 бемоля при ключе, то это нам дает бифуркацию. Либо ми бемоль мажор, либо до минор. Чтобы определить, какая именно тональность, мы должны смотреть на последнюю ноту, потому что последняя нота – это, как правило, тоника произведения. И таким образом мы видим, что последняя нота – до, и получаем до минор. Теперь об исключениях из этого правила. Первое исключение – это многочисленные модуляции. Очень часто пьеса начинается в одной тональности, а заканчивается в другой. Для того, чтобы понять, есть у вас модуляция или нет, вам нужно внимательно изучить всю пьесу и посмотреть, не поменялись ли ключевые знаки. Иногда бывает так, что пьеса начинается в одной тональности, заканчивается в этой же, а в середине у нее что-то меняется, появляются другие знаки при ключе. Это значит, что модуляция была. Так вот, если была модуляция, и в начале, допустим, у вас стоит 2 диеза при ключе, а в конце 4, то базовая тональность, допустим, у вас ре мажор, а заканчивается в ми мажоре. Соответственно, общей тональности у произведения нет. То есть, общая была ре мажор, базовая, но она смодулировала в ми мажор. Поэтому здесь уже определить тональность по последней ноте пьесы невозможно. Надо определять тональность по каждой части произведения. То есть, та часть, которая у вас написана в ре мажоре, вы смотрите, что она в ре мажоре заканчивается на ре. Та, которая в ми мажоре заканчивается на ми, это ми мажор. И таким образом, вы произведение мысленно делите на 2. Бывает, когда у вас больше, чем две модуляции, тогда уже делите произведение на большее количество частей. Теперь о втором исключении, когда пьеса заканчивается не на тонике. Это в первую очередь джаз, где завершать пьесу тоникой вообще считается плохим тоном, и чем ты дальше ушел от основной тональности, тем лучше. Также такие вещи встречаются в танго, которая часто заканчивается на доминанте, и таким образом у вас последняя нота будет пятой ступенью вашей тональности. Вы должны помнить об этих исключениях, потому что далеко не все пьесы в вашей практике будут заканчиваться на тонике. Небольшой совет. Если вы играете произведение в тональности, с которой еще не очень хорошо знакомы, то очень рекомендую сначала сыграть гамму этой тональности во всем диапазоне, со всеми усложнениями, терциями, с трезвучиями, с арпеджио и так далее. И когда у вас уже в пальцах будет эта гамма хорошо сыграна и заучена, то и пьеса в новой тональности будет выучена гораздо быстрее. Четвертый этап. Авторские рекомендации по поводу характера исполнения произведения. В академических изданиях над скрипичным ключом, как правило, указана ремарка на итальянском языке. Allegro – быстро, con moto – с движением, contabile – pivuce, confoco – с огнем, grave – тяжело, медленно и так далее. Здесь вам поможет словарь музыкальных терминов, которые вы можете скачать в сети. Иногда автор указывает точный темп, с которым необходимо исполнять произведение. Он ставит значок четверти, знак равно и дальше темп, который нужно поставить на метрономе. Но помните, что это концертный темп. То есть это окончательный темп, в котором автор хотел бы услышать свое произведение. Когда вы его разбираете, вы можете и должны брать гораздо более медленный темп, который будет вам удобен для разбора произведения. Я бы не советовал использовать метроном при разборе произведения даже в медленных темпах, на первом этапе. Потому что он может вас сбивать, он будет давать очень четкий ритм. А вы, если еще не очень хорошо читаете с листа, то вот эта постоянная пульсация будет вас подгонять, вы будете нервничать, и метроном будет вам только мешать. Пятый этап. Необходимо точно понять форму произведения. Определить, где стоят репризы, если они есть, куда они ведут и какие части в пьесе повторяются. Музыканты называют это географией произведения. Я обычно беру жирный фломастер, и если я начинаю путаться в репризах, я просто ставлю стрелочки. От какой репризы я куда перехожу, где у меня стоит фонарь, где стоит кода. И у меня пьесы иногда исчирканы вот этим фломастером, но зато при исполнении я точно знаю навигацию, знаю, куда я перехожу. И при каком-то исполнительском волнении я не путаюсь в тексте, и мне гораздо легче играть. Поэтому используйте фломастеры, карандаши, ручки. Самое главное, чтобы вы хорошо видели, что у вас написано в нотах. И, наконец, самый важный, на мой взгляд, этап, который необходимо проделать перед первым проигрыванием произведения, послушать несколько вариантов исполнения этой пьесы. Когда у вас есть четкое понимание мелодической линии, структуры, фразировки, то и играть эту пьесу, и учить ее будет гораздо легче. Формируется более полная картина. Здесь требуется небольшое уточнение. Не стоит прослушивать произведение, если оно было вам дано для тренировки жидки с листа. Каковую функцию выполняют, например, многие этюды. Тут важно именно восприятие нотного текста в чистом виде, без предварительного прослушивания. И второе. Зачастую запись довольно существенно отличается от нотного текста, если мы говорим, например, о неакадемической музыке. Потому что в ней все нюансы, все штрихи прописаны очень точно, и музыканты стараются максимально близко сыграть к тексту. В эстрадной музыке и в джазовой музыке исполнитель это в первую очередь интерпретатор. И чем он более виртуозно сыграет, и чем он больше привнесет своего собственного в исполнение, тем считается это более интересной игрой. Поэтому джазовая музыка и эстрадная, она довольно сильно отличается от нотного текста. Если мы, конечно, не берем точную транскрипцию, когда у нас есть ноты, и точное исполнение, которое есть на записи. Вот это вкратце несколько этапов, которые необходимо проделать при разборе нового произведения. Спасибо большое за внимание и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok